Эфир нашего телеканала продолжает программа «Бизнес Дона» в студии Нина Приходько. Здравствуйте! Первые выпускники инкубатора Южного IT-парка представили свои проекты инвесторам. Особо удачные идеи нашли в финансировании еще до окончания презентационной сессии. Что стартаперы предложили «Бизнес Ангелам» и инвестиционным компаниям, выясняла Виктория Щетинина. Более десятка проектов в области информационных технологий. Первые выпускники Южного IT-парка готовы рассказать, над чем изнурительно работали последние полгода. Еще в феврале лучшие стартапы отобрали в инкубатор, разработали для них образовательную программу. Нынешняя инвестиционная сессия – как выпускной экзамен. Такое ощущение помировалось. Нам, как Виктор Георгиевич сказал, очень важно. Либо мы идем дальше, либо закрываемся. Да, мы идем дальше. И все, конечно, молодежь, все проекты, которые есть, одно могу пожелать. Чтобы за вас в «Бизнес Инвестор», чтобы вы были богатыми. Это, наверное, основная задача. Спасибо, хорошая работа. Презентуют свои проекты в формате питч-сессии. В коротком выступлении – история и идея стартапа, описание целевой аудитории и экономическое обоснование – сколько сможет заработать проект. Стартапы не похожи друг на друга. Кто-то собирается кормить бизнесменов полезными продуктами, кто-то бороться с пробками, а кто-то – развивать велодвижение. Проект «Веловод» – это, собственно говоря, мобильное приложение для велосипедистов всех уровней с интересными тематическими экскурсиями по городу и, собственно говоря, безопасными маршрутами. Внимательно слушают, наблюдают и подсчитывают в уме выгоду от финансовых вложений представители инвестиционных компаний, венчурных фондов и бизнес-ангелы. Впервые в таком составе они собрались на юге. Как и любому инвестору, интересны те проекты, которые уже опробированы. Есть какой-то макет, прототипы, которые прошли первую верификацию на рынке, а также те проекты, которые четко понимают, какая у них будет бизнес-модель и как они будут зарабатывать деньги, потому что это очень важно для инвестора. В свою очередь, инвестор будет понимать, как проект вернет ему деньги. Такие инвестиционные сессии станут обязательными для последующих выпускников инкубатора Южного АйТи-парка. Елена Мандрик, Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Бизнес Дона. Успеть к чемпионату мира. Главный архитектор Донской столицы и директор профильного департамента подвели первые строительные итоги года и рассказали о ближайших планах. В 2018-м власти намерены не только обновить исторический центр города, но и поставить точку в вопросе парамоновских складов. Подробности в следующем сюжете. По темпам строительства Донская столица соревнуется сама с собой. В 2015-м есть хороший шанс побить прошлогодний рекорд – 1,102,000 квадратных метров жилья. Только за последние шесть месяцев в городе выросли 22 многоэтажки. Это почти 4,5 тысячи новых квартир. Мы общаемся постоянно с крупными нашими застройщиками, таких как Левенцовка, Суворовский – это крупные такие якорные проекты. То в целом, если посмотреть по объемам строящегося жилья в текущем году, они увеличили объемы строящегося жилья, в отличие от прошлого года. Наряду с жилищным строительством полным ходом идет и возведение социальных объектов. В Ростове готовятся к открытию пять новых детских садов и одна школа с бассейном в микрорайоне Левенцовском. На особом контроле в профильном департаменте вопрос реконструкции зданий в центре города. Главный архитектор заверяет, несмотря на трудности, основной задачей остается сохранение исторического облика. На данный момент уже восстановлено 88 старинных фасадов. Естественно, максимально сохраняем кирпич, штукатурку, та, которая была родная для зданий. Но просто, как сказать, есть объекты, которые, скажем, даже в исторический период строились из кирпича, а не ради, скажем, только архитектуры, а ради экономии, потому что штукатурка – это удорожание, естественно. К чемпионату мира по футболу грядет и еще одна грандиозная реконструкция. На месте парамоновских складов планируется создать водный парк или открытую выставочную площадку. Естественно, мы сейчас, вот как-то Сергей Иванович давал такое поручение, все мы рассматриваем, чтобы было комплексное освоение всей этой территории. То есть нельзя там рассматривать отдельно строительство какого-то объекта и отдельно реконструкцию, реставрацию и восстановление парамоновских складов. Это должен быть единый комплекс. И напоследок архитектор рассказал о строительстве конно-спортивного комплекса. Ранее его планировали создать на Левом берегу. Однако пришли к выводу, что это будет экономически невыгодно. В качестве нового места предлагают площадку Ваксай рядом с аэропортом Южный. Наталья Бешкирова, Олеся Абрамова, Игорь Коровтенко. Бизнес Дона. Как продать инновацию? Сотрудники Донгау разработали устройство для лечения коров холодом. От мастита помогает проточная колодезная вода. Презентация этой новинки участникам третьей инвестиционной сессии в областной торгово-промышленной палате вызвала живой интерес у бизнес-сообщества. Подробнее об этом рассказывает автор проекта Виктория Черкашева. Мы участвовали в инвестиционной сессии и представляли наш проект, который изначально представлял собой патентное устройство для лечения мастита у коров. В результате работы нам помогли модифицировать наш проект, и мы планируем создать целую службу, которая будет заниматься лечением, новым лечением, с разработанными новыми схемами лечения, уникальными, для лечения именно крупного рогатого скота, так как сельское хозяйство сейчас находится в несколько упадническом состоянии. И, конечно, нам все с удовольствием согласились помочь в реализации нашей идеи. На данной сессии присутствовали очень многие представители администрации города, области, представители Министерства сельского хозяйства, также банки и крупные бизнесмены именно в отрасли сельского хозяйства, которые, естественно, каждый отозвался о нашем проекте. Были положительные отзывы очень много, были также отрицательные. Конечно, отрицательные отзывы нам тоже были очень интересны после сессии. Мы связались с этими людьми, выслушали их мнение, и, на мой взгляд, это мнение очень важно, даже более важно, чем непосредственная помощь, потому что они подсказывают, как именно можно предотвратить потери от внедрения нашей продукции. Крупные банкиры и непосредственные участники инвестиционной сессии, они акулы, можно сказать, бизнеса, они знают все минусы и плюсы, знают, как правильно вложить деньги, и они рассказывают все нам. Следите за новостями экономики вместе с нами. Это была последняя информация о выпуске. Удачи в делах и до встречи!